Мобильный испытательный пресс МИП-50 предназначен для механических испытаний на сжатие образцов кубов и кернов из бетона по ГОСТ-10-180 и ГОСТ-28-570, а также других строительных материалов. Малый вес и габариты пресса позволяют использовать его непосредственно на объектах строительства при обследовании зданий и сооружений в заводских и передвижных лабораториях. Рабочие условия эксплуатации. Диапазон температур от минус 10 до плюс 40 градусов Цельсия. Относительная влажность воздуха при плюс 25 градусах и ниже без конденсации влаги до 90%. Атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа. Прибор соответствует обыкновенному исполнению изделий третьего порядка по ГОСТ-12997-84. Устройство прибора. Прибор состоит из гидравлического пресса, закрепленного на нем электронного блока, электрического мотор-редуктора под защитным кожухом. В состав пресса входят три основных силовых элемента. Корпус силы возбудителя, разъемный каркас, изготовленный из двух половин толстостенной трубы и опорный диск. В центре опорного диска расположен регулировочный винт с горизонтально закрепленной нижней плитой, на которую устанавливается образец. На силовом рабочем поршне через шаровую опору закреплена верхняя плита, которая при нагружении обжимает образец сверху. Рабочая зона пресса закрывается защитными шторками. Гидравлическая система прибора оснащена конечными выключателями прямого сжатия и обратного разгрузка хода. Подготовка к работе. Подключаем силовой кабель питания прибора к разъему, расположенному на боковой стенке защитного кожуха мотор-редуктора. Кнопку питания переводим в положение «Включение». Прибор включаем нажатием клавиши на электронном блоке. Необходимо дождаться окончания диагностики и выполнения процедуры возврата гидросистемы в начальное положение. Установка параметров. Перед началом эксплуатации прибора и проведения измерений требуется выполнить установку параметров работы, для этого необходимо. Установить материал, из которого изготовлен испытуемый образец, пункт меню «Материал». Войти в пункт меню «Образец» и установить габаритные размеры образца. Войти в пункт меню «Установки». Установить количество измерений в серии, если будут испытываться несколько образцов из одной партии. Установить значение влажности «W» по массе для пенобетонных образцов. При необходимости установить значение поправочного коэффициента «КП». Подготовка образцов. Подготовка и отбор образцов на испытания проводятся согласно требованиям ГОСТ-10180 и ГОСТ-28570. Подготовка прибора к измерению. Входим в пункт меню «Подготовка ГС» и проверяем, что гидросистема находится в первоначальном положении. Опускаем вниз до упора нижнюю плиту, вращая регулировочный винт по часовой стрелке. Помещаем образец в рабочую зону строго в центре, ориентируясь на габариты нижней плиты. При необходимости, придерживая рукой нижнюю плиту и вращая регулировочный винт против часовой стрелки, поднимаем образец вверх до легкого контакта с верхней плитой. Закрываем защитную шторку. Проведение измерений. Нажимаем клавишу «М». Прибор из главного меню перейдет в режим измерений и будет находиться в ожидании нагружения. При этом будет отображаться мигающий указатель нагружения «Стрелочка вниз», означающий останов электропривода. Для запуска процесса нагружения образца нажимаем клавишу «Стрелочка влево» и при достижении порогового усилия нагрузка 9 кН на дисплее появится индикация увеличения сжимающего усилия F. Указатель нагружения будет показывать мигающую стрелочку влево. Прибор будет автоматически регулировать скорость вращения электропривода, поддерживая скорости нагружения в заданных верхней темной линейкой пределах от 0,2 до 1 мегапаскаля в секунду. Если нагружение производится до разрушения образца, то после его разрушения прибор запишет результат в память и автоматически начнет процесс разгрузки в первоначальное состояние. При этом указатель нагружения будет показывать мигающую стрелочку вправо. Если не требуется разрушение образца, можно проводить нагружение до контрольного усилия или прочности. Для этого в нужный момент необходимо нажать клавишу «М», после чего прибор запишет результат в память и автоматически начнет процедуру возврата гидросистемы в первоначальное состояние. Принудительный останов нагружения образца без запуска автоматической разгрузки осуществляется нажатием клавиши «Стрелочка вниз». После этого можно либо продолжить сжатие, нажав клавишу «Стрелочка влево», либо начать разгрузку, нажав клавишу «Стрелочка вправо». После полной разгрузки пресса на дисплее появится результат. Прочность, средняя скорость нагружения, которая поддерживалась во время сжатия, а также время и дата проведения испытания. Если в процессе нагружения образца усилия сжатия достигает 500 кН, автоматически срабатывает система защиты от перегрузки и запускается процедура разгрузки. Если для оценки прочности требуется выполнить более одного измерения, то следует установить количество замеров в серии через одноименный пункт меню и выполнить серию измерений. При этом на дисплее с помощью клавиш «Стрелочка влево», «Стрелочка вправо» можно просматривать результаты всех стадий измерений. Получив последний результат серии, можно вычислить среднее значение прочности R средняя, нажав клавишу «М». Для фиксации этих результатов в памяти нажать клавишу «Стрелочка вверх». Завершение измерений. По окончании проведения измерений необходимо полностью разгрузить гидропресс, вынуть образец, убрать крупные осколки, очистить рабочую зону пресса от мелкой крошки материала с помощью щетки или сжатого воздуха, выключить прибор. Вывод результатов на компьютер. Прибор оснащен USB-интерфейсом для связи с компьютером. Для считывания информации с прибора необходимо подключить прибор к компьютеру при помощи USB-кабеля. Запустить программу и создать новый или открыть существующий проект. Включить питание прибора. Нажать иконку «Считать с прибора». Индикатор будет показывать процесс считывания. После завершения сеанса связи на соответствующей закладке «Данные» появится основная таблица результатов с указанием всех параметров испытаний. В дополнительной таблице, отображающей результаты серии замеров, пользователь может самостоятельно исключить из расчета неверно выполненные измерения. Работа с данными. Программа позволяет производить выборку требуемых результатов из массива данных, дата, вид материала и т.д. Выводить их на печать или экспортировать в Excel.